Это легкий видео-гайд, как воспринимать диджейское оборудование легче. С помощью данного видео вы сможете освоить функции нескольких кнопок. И таким образом начинающий диджей уже сможет сводить треки плавно один за другим. У диджея под рукой есть левый проигрыватель, правый проигрыватель и микшер посередине, который склеивает музыку из левого и правого проигрывателя соответственно. И если приглядеться, видно, как названные области разделены для удобства работы. Рассмотрим функции проигрывателя. Эти круглые кнопки не подсвечиваются, потому что проигрыватель пуст, то есть на нем не загружен трек. Загрузим один любой трек из нашей библиотеки. Информация о треке отображается на нашем ноутбуке. И помимо этого мы можем заметить, что у нас замигали две наши круглые кнопочки. Изучим их. Кнопка Play-Pause запускает, останавливает и продолжает трек. Чуть выше кнопка Q. Она воспринимается как кнопка Stop, но на самом деле она возвращает трек в стартовое состояние. И эту точку старта мы можем изменять. Надо остановить трек, подкрутить винилом любую точку, которая нам нужна. И зафиксировать Q, то есть нажать на нее снова. Зачем эта функция нужна, расскажу на первом проигрывателе. Предположим, что этот трек у нас должен играть для наших слушателей. Но сейчас для обучения мы опустим ручку фейда на втором канале, который соответствует второму проигрывателю. Переходим к первому проигрывателю для подготовки трека для сведения. Нажимаем левую кнопку Load для загрузки трека в левый проигрыватель. Расположение функции левого проигрывателя совпадает с расположением правого. Надо поставить точку Q на первый бит трека, для того, чтобы запустить наш трек ровно в бит. И второе. Нам надо выстроить BPM трека на 113 BPM, так же, как на проигрывателе номер 2. Проигрыватель номер 1 готов к старту. Но имейте в виду, что вся процедура подготовки трека осуществляется при закрытом фейдере на этом канале. То есть трек должен готовиться при помощи наушников. Иначе наш воображаемый зритель услышит всю подготовку вашего трека. Приступим, собственно, к сведению. Предположим, что наш трек заканчивается. Сейчас я его перемотаю. В эфире звучит крайний припев. Я думаю, после него мы можем сразу врубать наш следующий подготовленный трек. 5, 6, 7, 8. Убираем низкие частоты у стартующего трека. Выводим трек в эфир. Слегка подгоним трек. Выводим в эфир до конца. Сменим бас на первую долю. 5, 6, 7, 8 раз. Оказывается, наш трек номер 2 уже закончился. Я и не заметил. Такое бывает. То есть надо знать свой материал. Скорость удара в минуту мы можем вернуть на оригинальную. То есть 114 ударов в минуту. Как вы уже могли догадаться, теперь следующий трек будет готовиться на проигрыватель номер 2. Обычно сразу не понять, как работают кнопки Play и Cue, поэтому еще раз посмотрите инструкцию. Подбирайте треки так, чтобы BPM трека не слишком изменялся в течение всего сета. Например, 113 и 114 BPM разница в одну единицу – это окей. Экспериментируйте. Опирайтесь на свой вкус при изменении BPM. Найдите диджейский материал, на котором вы сможете тренироваться, сводить. Например, хаосовые треки можно сводить в течение минуты. Субтитры делал DimaTorzok